Всем испанский вайб, пацаны! Как там ваша самоизоляция? А у нас видео про мелодии, и оно в первую очередь мной долгожданное, и сегодня мы повторяем сэмпл, луп, как хотите называйте, из песни How I Move и из песни Призрак от нашего любимого фараона. Давайте сразу приступим. В первую очередь нам понадобится вот эта гитара, это Evolution Modern Nylon, это библа для контакта, и вторая библа для контакта, этни Квин Бансури. Это флейта, соответственно. В первую очередь эта мелодия крута тем, что в ней интересный ритм. Об этом поговорим еще в темп 120 ударов в минуту. Скейл наш, лад, он же это фа диез, майнер хармоник, не фа диез, просто фа, майнер хармоник. Начнем с мелодии на гитаре. Мелодия тут очень простая, как бы она построена таким образом, типа первая часть тан-та-да-дан, а вторая часть такая тан-та-да-да-дан, и получается, что первая часть задает вопрос, вторая как бы на него отвечает. Мне не очень нравится такая форма построения мелодии, но она существует, и в данном треке она просто феноменально круто звучит. Давайте построим мелодию. Как я уже вам напел, вы уже поняли, нотки все, я просто, я точно знаю, что я абсолютно точно напел каждую ноту. И давайте их построим. Ну и продлим, конечно. Вот эти нотки продлевать не нужно, потому что как бы они находятся на одной и той же струне виртуальной гитары, и одна другую заглушит. Так что оставим так. И следующая часть, которая... И вот идет нота до диез через две октавы. Потом следующая нота. Это снова до диез, но на октаву ниже. И потом уже ля диез. И потом снова до диез. Потому что нота, видимо, классная. Очень понравилась автору мелодии. Третий такт. Это в нем появится прикольная сбивка. Вот смотрите. Мы, получается, не по сетке делаем сбивку, чтобы было... Чтобы этот тудон звучало прикольнее, у нас будет нотка вот здесь еще. Мне нравится, как это звучит. Не знаю, как вам, но мне прям очень нравится. И, соответственно, четвертый такт, это копия второго. Но! Вот эта мелодия как-то звучит-звучит, но как мы можем сделать ее лучше? Добавить ей гуманизации или добавить ей аккордов. Давайте начнем с аккордов. Просто вот здесь вот нотку до продублируем. И здесь еще можем сделать такой прикольный-прикольный прием, который называется форшлаг, который я... Название этого приема я знаю благодаря моим зрителям. Потому что я спросил, мне ответили. Спасибо. Звучит прикольно. И в том числе добавляет ритма. В том числе добавляет какой-то легкой остроты и человечности этой мелодии. И... И, соответственно, для второй части тоже повторяем аккорд. И этот форшлаг тоже повторяем. Что еще мы можем сделать? Нажать Alt-S. Это строммайс. То есть, вот у нас тут есть как бы аккордики. И, соответственно, их немножко подвинет. И по громкости, и по велосити. Вот как-то так. Акцепт. Все. И еще можем нажать Alt-R. И покрутить не релиз, ничего, а именно велосити. Чтобы как-то ее рандомизировать. Так можно переключать паттерны рандомизации. И... Нормально. Мне нравится. Еще. Мы же хотим не просто испанский вайб, а темный испанский вайб. Такой Dark Spanish вайб. И что нам для этого нужно сделать? Нам нужно взять каждый такт этой мелодии. С зажатым Alt-ом вот эту стрелочку потянуть. Раз потянуть. Два потянуть. И получается сократить этот такт в два раза. После этого отправить ее на какой-нибудь канал микшера. Повесить на нее Half Time. В моем случае. Или вы можете поставить Gross Beat с пресетом 1-2. И... Просто заиграла мелодия новыми красками. После этого мы можем повесить сюда RC20 Retro Color. Это просто Ultimate плагин для таких вот темных испанских вайбов. Ну, короче говоря, для гитарных мелодий с флейтой. Я уже отключил нойз. Воблу чуть убавим. Можно переключить. Мне нравится вот этот пресет Distortion. Он... Он как бы просто делает все в целом чуть помощнее. И еще мы подкрутим его побольше. Space. Decay где-нибудь там типа на 20%. Space процентов на 30. И еще мы можем сделать следующую вещь. Чуть-чуть добавить тона. То есть увеличить количество высоких. И чуть-чуть прижать их эквалайзером. Это тоже делает звук немного таким дурацким. Ну и капельку-капельку низа отрезать можем. И по сути все. Мы получили почти что прекрасную готовую гитару. А теперь я предлагаю вам просто феноменально выгодную сделку. Покупать ничего не придется. Расслабьтесь. Я точно знаю, что вам нравится ковыряться в моих проектах, которые я выкладываю в своем паблике ВКонтакте. И поэтому, как только это видео выйдет, просто выйдет, я выложу проект с этим битом, с зарендеренными вот этими дорогами в своем паблике ВКонтакте. Ссылка на который будет в описании. А как только это видео наберет 2500 лайков, я выложу мелодию, луп, сэмпл, как хотите называйте, в стиле вот этого бита. То есть вы сможете посмотреть, поковырять мелодию, которая будет просто написана в стиле этого бита и не будет точной копии вот этой. Так что ставьте лайк, но только если ролик нравится и не забудьте перейти по ссылке в мой паблик ВКонтакте и скачать вот этот самый проект с зарендеренной мелодией. Продолжаем, продолжаем. На очереди у нас флейта. И поставим первую нотку, вот она первая нотка. И еще у нее есть интересная особенность. Она со сбивкой, то есть в самом начале мне очень понравился ритм вот этой мелодии, когда я начал в ней разбираться, реально прикольно. То есть здесь у нас на третях играет начальная мелодия. Ну вот не так, а вот так. И потом ту-ду-ду-ду-ду. Ну я опять напеваю мелодию, потому что я точно могу ее напеть. Вот так. Та-да-да-а-н, та-да-да-да-да-а-н, вот так. Угу, вот. Звучит она вот так. Но это опять упрощенная версия, как и с гитарой, потому что можно сделать всякие интересные штучки. Например, мы можем в конце вот этой части сделать музыкальный трилл. Ну то есть триль, а не такой трилл, о котором вы подумали для этого. поскольку это флейта поддерживает такие штуки мы можем сделать нотку сюда нотку сюда и нотка сюда они все входят нашу мелодию так что в целом скорее все будет нормально и даже можем сделать вот так вот так и вот здесь вот снова добавить этот прекрасный форшлаг потому что очень круто звучит мне очень нравится и он будет у нас вот такой коротенький получается форшлаг будет заходить за нотку чтобы появилась вот эта легато и перед следующей нотки будет пауза еще вот в этом месте мы можем сделать еще одну трель для этого нам нужно просто взять коротенькую нотку и поставить его вот сюда на соль вот эту продлить вот эту продлить и послушать ну и можно здесь немножко сократить чтобы было покрасивее теперь мы эту мелодию отправляем на какой-нибудь очередной 5 канал уже микшера на нее вешаем вновь rc20 потому что как мне написал один из подписчиков rc20 это имба имба energy простить мы снова переключаемся на вот этот вариант дисторшина снова немножко добавляем его и вот здесь вот мы для флейты тони крутим побольше space побольше и white white with ну короче расширяем мелодию вот но space они так конечно много и нам здесь нужно вообще дофига не запилить вот как-то так мне нравится такое звучание то есть мы просто добавили rc20 но еще мы можем сделать групповый канал мелодии повесить на него тоже какой-нибудь говно типа там вот g37 просто чтобы было покруче пушит ленточный сатуратор который делает все поярче покрасивше давайте так и сделаем вот так но и зла его убавляем феноменально волшебно круто ну и конечно же эквалайзер потому что потому что мутную середину никто не отменял и так вот в целом разобрались мелодии давайте послушаем скажем так до после вот так она звучит без всяких очеловечивания и прочего а вот так вот с приложением небольших усилий чтобы она стала поприятнее по моему вот эти усилия которые мы потратили на очеловечивание придание каких какой-то вот этих мелочей типа форшлага этой мелодии на то чтобы добавить вот эти трели оно того стоит потому что мелодия принципиально становится лучше и вот именно можно представить что она играется не на вот этих дурацких синтезаторах она настоящих инструментах давайте перейдем к биту и кстати если вам нужен how i move type bit то таковой у меня для вас есть вот прямо сейчас по подсказочке вы можете перейти на мой новый канал с битами и там этот самый бит послушать и там же найти всю необходимую информацию и так биток биток в обоих треках абсолютно дефолтный и поэтому я не буду показывать как я писал его просто мы по нему быстренько пробежим видео в первую очередь про мелодию и так это абсолютно типичный 808 бас с ним я ничего не сделал кроме того что забыл включить кататься потом абсолютно дефолтный клэп дефолтный кик с подкрученным бустом теперь про хеды смотрите у одного хэта подключен shift и довольно сильно у второго хэта тоже подключен shift на чуть-чуть другое значение и поэтому когда они вместе звучат с киком или по отдельности звучат одновременно с кика появляется вот какая-то такая большая сдвинутое звучание и вы наверное ощущаете вот особенно с киком это чувствуется и вот за счет этого появляется просто не дите как и еще смотрите вот перка я крутанул shift еще сильнее он как бы отбивает нас партию 2 снэр и в одном моменте вот в этом моменте когда он звучит одновременно с киком и с басом это просто супер круто звучит вот такие вещи подобных битах мне кажется что одна из таких краеугольных просто вещей построения бита в остальном еще вы можете заметить что у меня тут и кик и баса звучат абсолютно редко еще вот в этом месте то есть в конце четвертого такта и соответственно в конце восьмого такта у нас бас тик и клэп звучат одновременно им же подыгрывает вот таким вот образом такая вот пробежка и вот здесь вот в конце восьмого такта три пробежки мы все это тоже сейчас скинем на микшер control shift l и на хэте накинем стерео шейпер на оба теперь давайте сделаем быстренький такой баланс громкости чуть-чуть убавим фрейту добавим кика вот так в целом мне нравится теперь пришло время включить озон на мастере он все это время там был и он отличается от пресета вот этого кибер траком минимально потому что теперь всегда его использую я добавил сюда exciter с пресетом gentle high-end потом на динамике вот тут 200 герц и все ну сейчас немножко убавим трэш-холд потому что сильно уж больно жмется теперь нужно немножко убавить флейту и еще все-таки немножко подрежем немножко басец и мелодии control c control в новый паттерн делаем сплит байд ченнел и раскидаем очень быструю структуру которая почти полностью будет повторять хавай мух то есть вначале играет оба инструмента потом весь бит нет не весь бит сначала без флейты так ну все бит готов давайте уже его послушаем но я прям не могу меня прям ломает мне хочется капельку к пилюшечку чуть-чуть хотя бы чуть-чуточку расширить 808 басец давайте проделаем это озоны менеджер нам в помощь сейчас он загрузится включаем стерео айс ставим бэнд где-нибудь 232 где-нибудь 1 и 9 и вот этот второй бэнд немножечко капелюшечку расширяем процентов на 100 что много вот 43 отлично теперь бит точно готов давайте его уже послушаем а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот биток получился И если вам ролик был хоть чем-то полезен Чуть-чуть интересен Или хоть чем-то понравился То ставьте полностью заслуженный лайк А если был неинтересен, бесполезен и вообще полная ерунда То ставьте, соответственно, заслуженный дизлайк Пишите в комментариях о том, что вам срочно необходимы видосы подобные про мелодии И что это круто Если, конечно, вы так считаете Если не считаете, пишите что-нибудь другое И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от Ада Я Вы можете написать мне, ссылка на меня в описании Я вам все расскажу про него И еще в описании есть ссылка на мой второй канал с битами свежесозданный И вообще чаще заглядывайте в описании Ну и не забудьте подписаться на канал Если вы еще не подписаны А если вы уже подписаны, то срочно Срочно жмите на колокольчик И обязательно, что еще более важно Посмотрите другие видео на моем канале Они не менее, а то и более интересны Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно Ну и с вами был Стас, Гарф Прот Пока, увидимся в следующем видео